Прабхупада говорил, что когда мы поем эти баджаны, мы должны понимать их значение, иначе мы не получим никакого из этого толка, неокругленности. Поэтому важно, чтобы мы прочитывали период этих стихов от баджаны. И в последствии, в первом восторге солнца, Господь Бауранга, в драгоценный камень Целебраханов, пробудился это с нам. Окруженный своими преданными, Он пошел по городам, где я вням на день. «Тадхай, тадхай!» – бьет три дамги, и в такт не звенят в этом киртане Дхаджи. Золотое тело Господа Бауранга трепещет на к стае любви к Богу, и колокольчики мерно прозванивают у него на ногах. Господь Бауранга вызывает горожанам «Ночью Вы предаетесь бесполезному сну, а днем украшаете свои тела. Пусть же теперь святые имена станут украшением ваших уст. Пойте безскорбления. Мукунда, Мадова, Ядова, Горей. Вы получили этот редкий дар. Человеческое тело. Почему же вы не преградаете этим даром? Вы не поклоняетесь к любимцу Матери Решоды, и потому беспредельной будет ваша скорбь в момент смерти. С каждым восходом и закатом день уходит прочь, и его уже не вернуть. Почему же, пребывая в праздности, вы не служите Господу своего сердца? Вы должны понять эту важную истину. Жизнь не вечна и полна страданий. Так позже Святое Имя будет для вас единственным прибежищем. Навеки посвятить себя служению Ему. На благо всех живых существ, сладкозвучное имя Кришна не зашло в эту материальную Вселенную. Подобно солнцу, сияет оно на небосводе наше сердец, рассеивая тьму невежества своими мечами. Пейте же чистый нектар со Твой имени Кришны, и возрадуется душа Тавтура Бахтина Ноды. Во всех четырнадцати мирах нет иного закровища, кроме святого имени. Простите, спящие души, простите, спящие души, вызывает Господь Буранга. Долго вы спали в объятиях в медь на мае. Вы пришли в этот мир и словами. Мой Господь, я буду поклоняться Тебе, но забыв о Своем обещании, о грязи и глубоком невежестве. Я не шел на землю для того, чтобы спасти вас. Если бы у вас иной друг, кроме меня, я принес лекарство, которое способно развеять иллюзию, созданную мае. Молитесь же о том, чтобы получить эту Харинама Махамату, эту Харинаму Махамату, и берите ее. Такой Бахтина Нода упал к лодзим стопам Господа Гауранги. Моля дать ему Су Тво имя и получить эту Махамату. Эти два баджина, Бибаваришеша и Удила Аруна, эти две баджины, очень благоприятные баджины, которые мы пели еще раз день назад, и очень благоприятно петь по утрам. И здесь говорится о том, что как только ночь закончилась, и солнце встает, пора ответить именно Господа. И если когда вы выйдете в Майя-пуле, то по утрам они часто проводят эти баджины. Когда мы ходим в парикраммах, наводить парикраммах, каждый вечер в парикраммах, мы ходим через виллежи, мы ходим, мы начинаем ходить обычно около 6 часов в ночи, и солнце просто подходит. Так что это очень благоприятно, мы ходим через виллежи и улыбаемся с кирканом, и петь эти пенгалические песни. И обычно, когда мы приезжаем в Майя-пуру, и когда проходят на ладни-памангала парикрамма, где-то утром, в 6 часов утра, мы идем по этим деревням и поем эти бенгальские песни, а баджины, чтобы все остальные слышали и не читались. These are well-known songs. It's a simple Bengali language, and in Bengali everybody knows the meaning. И это бенгальские песни, бенгальские баджины, и поэтому в Бенгали все знают их значения. So people appreciate, you can hear the devotees chanting, they hear the madanga, таттай, таттай, таттай. И люди очень радуются тому, как они слышат баджины и звуки в ретанги. Таттай, таттай. They consider it to be very auspicious, very nicely begin the day. И это считается очень благоприятным для того, чтобы начинать день. So we're going to go on now to Srimad Pāgurata. Итак, мы это слово сегодня читаем еще в два года. ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕ ВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕ ВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕ ВАЯ НАРАЯ НАМ НАМАСКРИТЬЯН НАРАЯ НАМ НАМАСКРИТЬЯН ТАИВА НАРАТАМА 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 ДЕВИН САРАСВАТИВЯСАН ДЕВИН САРАСВАТЕ ВАСУДЕ 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 ВАС Итак, мы читаем десятую песню с Шриман Бхагаватом, глава сорок первая, текст сорок восьмой, эта глава называется «Кришна входит в Матхуру». ТАВАДНА ПАЯТАМ ВРИТЬЯМ КИММАХАМ КАРАВАНИВАМ ПУМШОТЬЯ НУ ГРАХО ВЕСІА ПУМШОТЬЯ НА ГРАХО ВЕСІА ПАВАДИРИЯ НИ ИУЧЯТЕ ТВАЧНАПАЯТАМ ВРИТЬЯМ КИММАХАМ КАРАВАНИВАМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И они здесь делают такой интересный вывод, что Господь суров, словно удар молнии, с одними людьми, и с теми, кто предан Ему нежен, словно роза. И Господь Читания, о нем также говорили, что Он суров, словно удар молнии, и нежен, словно роза. И Господь Читания отослал от себя Харидаса-младшего, потому что Он совершил нарушение, ошибку, будучи в сане Саньяса, в Саньяса Ашраме. Он вообще отклонил какое-либо общение с ним после. И один из преданных Господь Читания Чандра Шека Ачария, он был грехастой, и у него родился сын, и Господь Читания дал имя этому сына. Это был не Чандра Шека, это был Шивананда Сэна. И жена Шивананда Сэна, она забеременела, и когда родился ребенок, Господь Читания дал ему имя. И, как мы можем видеть, Господь Читания не был против семейной жизни. Но вот чего он был против, что когда кто-либо находился в сане Саньяси, и при этом этот человек нарушал определенные принципы. И вот таким образом мы можем видеть, что Кришна был суров, как удар молнии, когда он общался вместе с прачкой Камсы, который не захотел совершить для него никакого служения, и как он был нежен, как Роза, когда он общался с точником Судама, который удовлетворил его полностью. И на этом месте мы остановимся читать Шримад Бхагаватам. И у нас сегодня одна Матаджи получает инициацию. И для начала вы направитесь к Чири Прахупаде, пожалуйста, и предложите ему поклоны. Да, прямо к Чири Прахупаде, пожалуйста, и там предложите поклоны. И эта леди — это Бактин Инна, она из Находки. И она общается уже некоторое время, определенное количество лет с преданными. И она приняла прибережек три года назад. И она была рекомендована советом преданных из Находки для инициации. И она соответствует всем требованиям, она сдала все тесты, все хорошо. И одна из вещей, которую должен сделать человек, который желает получить инициацию, — это пройти курс учеников ИСКОН. И это применимо как первой, так и второй инициации. А те, кто уже получил инициацию, но и до этого не проходил курс учеников ИСКОН, мы также очень рекомендуем пройти его. It's compulsory in ISKON all over the world. And you have to do it. И на самом деле сейчас во всем в ИСКОНе, во всему миру, во всех странах необходимо это всем преданным сделать, пройти этот курс. У нас есть люди, которые здесь преподают курс учеников ИСКОН? Сингишвара Прабху. Сингишвара Прабху. Сингишвара Прабху. Сингишвара Прабху. Сингишвара Прабху. Сингишвара Прабху. They're definitely at all over the world. They have to do it. They just finished maybe like one week ago. Oh, very good. So, the ISKON disciple course is one part of the qualification for initiation. It's not the whole thing. It doesn't mean because you attended the ISKON course, not the initiation. There's more. И стоит понимать, что курс учеников ИСКОН, это всего лишь одна часть тех требований, которые необходимы для инициации. Поэтому не стоит думать, что если вы прошли курс учеников ИСКОН, то все, вы теперь готовы, чтобы стать инициированным преданным. It requires that you must be recommended by the association of devotees. Потому что еще один немаловажный фактор заключается в том, что вы должны быть рекомендованы определенным сообществом преданных. И вы должны заниматься определенным служением в каком-то месте, чтобы кто-то знал об этом, кто-то видел это. И у вас там должно быть какое-то определенное служение. Нам нужны волонтеры. Нам нужны здесь люди, которые хотят помогать волонтеры. Потому что всегда огромное количество вещей необходимо сделать в храме. У нас большой храм, у нас есть божество, и поэтому огромное количество вещей, которые нужно ежедневно здесь делать. И поэтому нам нужны те люди, которые могут прийти и совершить какого-либо служения здесь. И, конечно, некоторые виды служения, они подразумевают, что у вас должна быть определенная квалификация. И, конечно же, инициация — это одна из квалификаций, которые позволяют делать наше служение на парадок лучше. Потому что инициация обозначает, что тот человек, который принял ее, он дал определенные обеты, и он предался Господу. И часто преданные люди думают так, что, ну, я читаю Харе Кришна, я следую всему. И они могут читать мантру, они могут делать много служения, даже следовать принципам. Но они не хотят получить инициацию. И это означает, что, таким образом, у нас нет подключения к цепи ученической преемственности, который дает нам гуру, скажем так, официально, когда все это видят, все об этом знают. И таким образом они никогда не дают обещание о том, что они будут следовать принципам, будут читать 16 кругов махамантры. И такие люди часто, они в оправдание себя приводят стих из Читания Чаритамриты, где написано о том, что повторение святого имени не подразумевает обязательную инициацию. Вы можете делать это просто так. И этот стих приводится в Мадьялили, в 14 главе, стих 108. Там пятистраничный комментарий. И Прахупада там приводит комментарии всех ачариев на этот стих. И они все говорят, что в их комментариях все говорят, что вы должны получить инициацию. И несмотря на то, что в самом стихе написано о том, что вам не обязательно получать инициацию, все ачари пишут в комментариях о том, что обязательно. Инициация необходима еще потому, что помимо воспевания Хари Кришна, нужно делать еще огромное количество вещей, которые подразумевают под собой инициацию. Хари Даста Кур мог повторять просто Хари Кришна огромное количество раз. Кто-нибудь сможет подражать Хари Даста Куру? Да, у нас даже их 16 кругов инициации получается. О чем можно говорить, чтобы повторять такое же количество стихов, как и Махамантра, кругов, как и Хари Даста Кур. И в нектаре преданности Рупа Госвами перечисляет 64 вида преданного служения. И первые пять связаны полностью, говорят о взаимоотношениях с Духовным Учителем. И один из них это о том, что мы должны принять прибежищу Духовного Учителя и получить нему инициацию. Поэтому получение инициации это одна из частей духовной практики, которая подразумевает Бхакти-йога. И, конечно, инициация подразумевает начало. Инициация не говорит о том, что все, теперь я чистый преданный. Никто не должен думать, что если я получил инициацию, то теперь у меня есть квалификация, у меня есть некоторый уровень, с которого я могу без проблем вернуться назад к Господу. Инициация подразумевает начало нашего серьезного преданного служения. И это является возможностью для нас, чтобы мы могли продолжать дальше и очищать себя. И Бхактин-йога, она соответствует всем требованиям для инициации. У нее есть постоянное общение в находке. Ее муж тоже преданный. И они забудутся о своем внуке. Он тоже будет преданным. Да? Когда-либо. Сейчас он маленький. И сейчас мы должны спросить Матаджи про четыре регулирующих принципа, чтобы она их перечислила. На микрофон. Я призываюсь, что я могу соблюдать четыре регулирующих принципа. Первый – это неизвестная своими яйцами. Второй – это неизвестная база моей игры. И не проводить какие-то денежные амбинации. Третий – это не употребляющие внуковые ситуации. И четвертый – не заниматься этим чем-то всем. И каждый день, сколько кругов каждый день? И каждый день, что ежедневно, я повторяю, 16 кругов, и в Айкадыше не есть 20 кругов. И каждый день 16 кругов, и в Айкадыше не есть 20 кругов. Окей, очень хорошо. Да, это правильно. Мы удушевляем, чтобы они читали больше кругов на Айкадыше. Завтра – Айкадыше. Айкадыше, Прабхупада, говорил нам, что это время для усиления, увеличения нашего слушания и воспевания, и повторения. И вы знаете, у вас такой замечательный храм здесь. Я думаю, что отличная идея была бы удушевить преданных, для того, чтобы мы могли усилить это повторение на слушание на Айкадыше, какие-либо программы здесь в течение этих дней, чтобы у нас был здесь Киртан, чтобы люди приходили, и таким образом мы могли исполнять наставления Шилы Прабхупада. И Айкадыше – это день, который очень дорог Господу Кришне. И мы можем показать нашу любовь к Господу, усиливая наше воспевание и слушание. Итак, в мешочке находятся четки, которые Махарадж начитал. Индулека – это имя одной из глупий, которые мы можем видеть в Майяпуре на алтаре Радамадовой. Вы запомнили, да, Индулека, после как Гопи идет? Махарадж перечислил себе Гопи с лево-направо. И я прошу вас, чтобы вы преданное благословили эту Матаджи, чтобы у нее был замечательный прогресс в сознании Кришны. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе! 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 Харе Рама! Харе Рама! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе! Харе Кришна! Харе Кришнец! Харе! Его милость Бхджи Викновенархина Симха Махараджа кир! Дорогие преданные, напоминаю, что сегодня вечером, что сегодня вечером в 7 часов последняя лекция Его Святейшества, завтра Он улетает, в воскресенье рано утром уже не будут лекции никаких. Сейчас будет раздача просада, пожалуйста, подходите.